Дорогие друзья, здравствуйте! Сейчас готовлю ужин. Мне надо очень-очень быстро его приготовить, так как скоро приедет муж. У меня еще, как говорится, конь не валялся. А что я сегодня хочу приготовить? Честно говоря, до последней минуты сама не знала. Ну тут вот я достала два бедра куриных, хотела пожарить их. Потом думаю, ну что еще можно делать? Потом с картошкой потушить. Короче, думала-думала, решила приготовить из них эти бедрышки под шубкой. Сейчас вот у меня на столе беспорядочно, короче, бедра и картошка не очищена, так как у меня еще там лук, помидоры, зубок чеснока, ложка муки, майонез, соль, перец. Сейчас я это все буду готовить, а вы будете смотреть, что я делаю. Бедра у меня еще не совсем растаяли. Я с них хочу сейчас удалить шкурку, потому что она мне в этом не нужна в блюде. Так, тут еще косточка. Косточку мне тоже надо убрать. У меня сегодня травма за травмой. Продолжай, травму свою я заговорила. Насколько смогла. А почему я так сказала? Я когда была маленькая, и там поранюсь или что-то еще, мне баба говорила, ну, у меня побежит кровь, она говорит, ой, говорит, дай я тебе быстренько заговорю. Ну, что-то пошепчет. И правда кровь останавливается. Я тоже говорю, что ты шепчешь? Баба со мной поделилась этим рецептом. Не знаю, пошептала. Кровь остановилась, не бежала. Ну, он сейчас что-то проявляется. А что я порезалась-то? Мне муж ножи наточил. Я тут верещала, что они не острые, что ты их неправильно наточил. Оказывается, все правильно. Так, нужно мне добыть вот эту вот костомашку. Ой, тут бедра-то мама дорогая. С них мясо-то кот наплакал. О, грамм сто точно добыла. А это еще суп сварить можно. Обалдеть. В общем, экономия сплошная. Я продолжаю в том же духе. Так, сейчас здесь мне надо... Были бы они подтаявшие хорошо. Мне бы было грызда легче добывать эту косточку. Ну что, тут еще на две тарелочки супа косточки есть. На бульончик. Так. Что я теперь делаю? Ой, 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 ой. Ой, какое мюзерное бедро. Беру я салфановый пакет, как мне написали. Ну что нужно в салфановом пакете? Век живи, век учись и дураком помрешь. Тоже бабуля мне говорила. Сколько живем на свете. И все время чему-то учимся. Друг у друга. Да, детей многому тоже чему-то учимся. Не житейским мудростям, но каким-нибудь приколом. Так жизнь разнообразила и проходит. Так, что мне нужно? Второе отбить бедрышко. Тоже в салфановом пакетике. Хоп. Опа. Тут у меня прямо три получилось кусочка. Ладно. Так, пойдет. Надо мне побрызгать формочку мою. Я это буду в духовке делать. Так, ладно. Полила маслечком. Так, немножко. Маленькое-то что-то получилось у меня. Так, что я теперь делаю? Посолю. Кому кажется, что я много солю, солите поменьше. Так, хочу. У меня черный перчик. Теперь возьму лук. Так, я его уберу теперь. Короче, взяла я крышку от кастрюльки. Так как мне надо, чтобы это была шубка, я хочу, чтобы они отдельно лежали, кусочки друг от друга. Я режу лук колечками. Теперь я его разбираю. Ну и вот так вот колечки просто укладываю сверху. Я надеюсь, вам видно, что я кладу колечки на кусочки курочки. Я, чтобы не оставалось, всю луковицу использую. Так, беру свою любимую приспособу для чеснока. Измельчаю его. А это все быстро так готовится. Готовится дольше. Так, теперь мне надо это... Вот я в муку это все опускаю. Там у меня в этой чашечке ложка муки без горки. Так, столовая ложка просто. Так, готово. Так, так, так. Теперь я сюда майонезь кладу. Вау, как много! Беру помидорку. Тоже кружочки из помидорки нарезаю, кладу наверх. Ну вот, помидорки достаточно, однако, одной. И что теперь? А теперь я сюда распределяю вот этот вот майонез. Ой, с чесноком. Ну, я, конечно, все это сейчас размножу. И выскребу это все из тарелки. Чтобы тут ничего не оставалось. Сейчас я, конечно же, включила духовку. Поставила. И поставлю все это в духовку. А сама займусь пюрешкой. Картошку буду чистить на пюре. У меня греется духовка. И после того, как она нагреется, я поставлю вот эти вот... Вот эту вот курочку под шубкой на 35 минут. И подожду. Займусь пока очисткой картошки. На двоих нам не так уж там много ее и надо. Так, в идеале, хорошо бы было, конечно, ее порезать. Она быстрее тогда сварится. Это картошка. Так, что вам видно? На кастрюльку. Но меня учили, что картошку, если варишь пюре, резать не нужно. Я сейчас еще раз ее промою пойду. И ставлю варить. Поставила варить картошку. Вот, залила ее водой. И поставила. А тут у меня в духовке вот что происходит. Вот она стоит. Ой! Запарила. Ой, запах пошел. Я раньше, кстати сказать, часто так готовила свинину. Удобно же. Кусочки хорошие. Поэтому мне очень нравилось. Вот что у меня получилось. Перед вами горячее достала из духовки. Специально показать. Так что скоро будем это все кушать. Сейчас у меня картошка готовится. Сготовится я все покажу. Картофель сварился. Я его присаливала, когда варила. Вот такой он у меня целенький варился. Сейчас я это все потолку. Сделаю пюрешку. Вот, что хотела сказать. Я уже сказала, что вот картошку мне говорили варят целой. Когда для пюре. Может вы напишите, кто как готовит. Может я что-то неправильно говорю. Советы вам неправильные даю. Ну, вот так вот я ее варю. И в идеале на килограмм картофеля, в идеале это, кладут 250 грамм сливочного масла. Шикарно, надо сказать. Но это в идеале. У меня тут вот 80 грамм кусочек маслица. Поэтому я имею такую возможность. Я представляю, какая это будет вкуснотища. Если положить на килограмм картофеля, 250 грамм масла сливочного. Это у меня доча кладет очень много и взбивает картофельное пюре блендером. Вообще там идеальное пюре получается. И сейчас я сюда добавлю горячее молоко. Принесла молочко, нагрела. Но это тоже по желанию. Любите пожиже пюрешку, подливайте побольше. И по количеству картошки. Так, я что-то притащилась. А у меня пюре то, что как раз надо. Фантастическое пюре просто. И тоже запашистое. Вкуснятинка. Единственное, может быть не соленое. Точно, как всегда. Я всегда недосаливаю. И даже то, что я сейчас присолила, это будет недосол. Ну, как говорили мне моя бабушка, недосол на столе, пересол на спине. Сегодня я ее очень часто вспоминаю. То, что она мне говорила. Во, какая у меня пюрешка получилась. Картофельная. Осталось только покушать. Все, ужин готов. Юра приехал. Поздоровайся с нашими подписчиками. Сегодня я весь день работаю. А Лариса тут превратилась в оператора, съемщика. И кулинара, повара. Да, и главное действующее лицо. Так, сейчас мы будем кушать. Юрик любит куру покушать. И снять на видео. Ты еще не попробовал, ничего, уже начинаешь стыхать. Вот нормально, вообще молодец. Я знаю, что будет вкусно. Ну что, друзья. Представляете, мы сейчас будем ум отъедать. Это очень вкусно, правда. Готовила не раз. Так что, вам советую. Пишите мне комментарии, пишите про картошку. Я у вас спрашивала, как вы считаете правильное то, что я вам говорила. Ну, буду ждать от вас откликов, отзывов и лайков. До следующих видео. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...